Следующий, безусловно, очень интересный и важный подход к пониманию истины, к тому, чтобы дополнить картину истины на сегодняшний день, является подход, который мы называем конвенциональным, конвенционализм. Этот подход исходит из того, что истина, поскольку она не является вещью абсолютной и неизменной, истина может меняться со временем, с течением времени. Она может дополняться какими-то новыми фактами, опровергаться, может быть, не полностью, а, возможно, и целиком. И самое главное, по поводу каждой истины можно договориться. Как это ни странно, договориться можно практически по любому вопросу, в любой науке. Но началось все с математики. Великий французский математик Жюль-Анри Понкаре в начале 20 века предложил, строя ту или иную систему доказательств в математике и физике, договариваться о системе аксиом, то есть об аксиоматике, и, принимая ту или иную аксиоматику, двигаться дальше. Договариваться, разумеется, должны непростые люди. Договариваться должно научное сообщество, сообщество экспертов. Когда эксперты договорятся о том, как им быть, как им действовать, они могут двигаться дальше. Мы с вами, безусловно, многократно сталкивались с тем, что человечество договорилось о том или ином вопросе. Человечество договорилось о законе, о том, что законы наши, юридические, не должны нарушаться. Человечество договорилось о том, что такое государство, о том, что такое семья, о каких-то ключевых принципиальных вопросах, которые гарантируют нам наше сосуществование и безопасность. Человечество договорилось о, если взять более частный случай, о метрической системе. Мы, большинство народов, так скажем, приняли, что метр — это вот такая длина, килограмм — это такой-то вес, такая-то масса, что секунда — это вот столько по времени и так далее. Мы договорились об этом. И для нас сейчас все эти средства измерить массу, время, расстояние и так далее, все эти системы являются договорными системами. Пуанкаре рассуждал таким же образом. Почему нельзя распространить эту идею на все, без исключения, вопросы, связанные с наукой? С одной стороны, может возникнуть действительно мнение, суждение о том, что не превратится ли наука в таком случае в какое-то хаотическое собрание фактов, мнений, суждений и бесконечных переговоров о том или ином вопросе. Никаких бесконечных переговоров, говорил Пуанкаре, не будет и не должно быть. Мы, то есть экспертное научное сообщество, договариваемся о фундаментальных вопросах, и как только мы определили для себя зону, так скажем, ближайшего развития в науке, мы в рамках вот этого ближайшего развития работаем, каждый исходя из этих предыдущих договоренностей. Как только поле научных исследований в рамках вот этих договоренностей будет исчерпано, как только мы выработаем все вопросы, которые мы обсудили, мы снова собираемся и расширяем это поле наших договоренностей, принимаем новые какие-то соглашения и движемся дальше. Так рассуждал Пуанкаре. Главным условием договоренностей является внутренняя непротиворечивость этой системы. Значит, эта система знаний о мире должна быть внутренне непротиворечива. Аксиоматика не терпит противоречий. Выбор тех или иных положений из множества возможных диктуется, конечно, практическими соображениями. Теории должны быть применимы на практике, они должны быть валидны, они должны представлять собой систему, они должны систематически взаимодействовать. Они, в конце концов, должны иметь выход на практику. Если теория не связана с практикой, если ученый варится в своем собственном соку, то пользы и толку от этой науки, от этого ученого не будет. Наука должна, даже фундаментальная, иметь выход на какие-то практические вопросы. Для чего, зачем, почему, как и с какой целью. Если эти вопросы обсуждаются, то наука имеет право на существование. Но что дает нам для реальной жизни такой подход? Какую пользу может принести истина, о которой заранее договорились? Любую, безусловно, идею можно довести до крайности. Идею конвенционализма тоже довели до крайности, причем сами конвенционалисты. Начать хотя бы с того, что сама идея развивать науку конвенционально признали конвенцией. Давайте договоримся, говорил Пуанкаре, или один из его последователей Куайн, английский философ. Давайте договоримся, что мы будем впредь договариваться о наших решениях, о нашей аксиоматике. Давайте договоримся. И отсюда пошло другое очень важное фундаментальное противоречие. А именно, ни одну фундаментальную идею, ни одну фундаментальную теорию невозможно фальсифицировать, то есть опровергнуть. Потому что в контексте теории конвенционализма, каждая фундаментальная концепция будет всего лишь дополняться новыми фактами, новыми решениями, новыми соглашениями в экспертном сообществе. И никогда ее не снимут с повестки дня, никогда ее не опровергнут полностью. Наука не всегда развивается таким путем. Это показали историки науки, в частности, американский ученый Томас Кун, венгерский ученый Имре Лакатас и англо-новозеландский ученый, математик, логик, философ Карл Раймунд Поппер. Теперь перейдем к четвертой концепции истины. Она, на мой взгляд, не менее интересна и даже гораздо ближе к практике. Поэтому тем из нас, кто меньше старается философствовать и теоретизировать, а больше, так сказать, живет в практической жизни, тому эта теория будет даже ближе и интереснее, чем все предыдущие. Она называется прагматическая или прагматистская теория истины. Кого мы называем прагматиком? Это слово также пришло к нам из древнегреческого языка. Оно означает человека, который во всем исходит из какой-то пользы, из выгоды. Он во всем стремится найти эту самую выгоду и ничего не будет делать просто так, ни за что. Достаточно этого знания, чтобы понять уже и, собственно, основную суть, основное содержание этой теории истины. Разработчики этой теории, что, в общем-то, логично, это американские мыслители конца 19 и первой половины 20 века, американские философы и математики. Уильям Джеймс, один из первых американских психологов, крупный мыслитель того времени. Джон Дьюи, философ и математик. И философ американский Чарльз Сандер Спирс. Эти мыслители заложили основу прагматистской концепции истины. Суть прагматистской концепции в том, что истина – это не договоренность кого-то с кем-то. Это далеко не всегда совпадение нашей мысли и действительности. Это не рассмотрение частного в рамках целого или соответствие вещи самой себе. Нет. Истина – это то, что помогает человеку жить. То, что приносит пользу. Разумеется, данные мыслители не были какими-то, как мы говорим, капиталистами и не боролись за выгоду лично для себя. Поэтому они смотрели на вопрос гораздо шире, чем предприниматели, которые извлекают прибыль и пользу для себя лично, для своей семьи. Они смотрели с точки зрения всего человечества. Истина во всех ее проявлениях для данных мыслителей – это то, что позволяет человечеству выживать, развиваться, эволюционировать от меньшего и слабого и худшего к большему, сильному и лучшему. Истина позволяет человечеству, собственно, становиться тем, чем оно должно стать. Стать добрее, гуманнее, мудрее, сильнее. И тут уже дальше каждый понимает по-своему. Каждый понимает, как может и хочет. Истину ведь можно в этом смысле подвести под разные другие, более частные случаи. Если исходить из того, что истинным будет считаться такая теория, которая для данного народа может принести пользу, то где граница истины и неистины с точки зрения другого народа? При условии, что эти два народа взаимодействуют, и не только мирным образом. Если одна страна, один народ, одно государство нападает на своего соседа с целью захватить для себя территорию и так далее, природные богатства и прочее, 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 то для данного народа агрессора, безусловно, возможно, это благо. Ну, будем считать условно, что это благо. В таком случае, как относиться к данной истине, с точки зрения прагматизма, другому народу, народу-жертве, на которого напали, который подвергся агрессии? Логика подсказывает, что здесь явные противоречия. В этом есть слабость, безусловная слабость данного подхода. Для многих вещей, для многих сторон науки, в познании, в социологии, в каких-то прикладных вопросах. Да, прагматистская теория очень верна, очень точна. Она позволяет обойти какие-то острые углы в познании и миновать лишние рассуждения, ненужные совершенно рассуждения, а действовать более конкретно, четко и определенно. Но если мы с данной теорией, с данным подходом вторгаемся в область этики, в область морали, то возникают вопросы, многочисленные вопросы. И их преодолеть мы не можем. Если бы нацистская Германия одержала победу во Второй мировой войне, получается, вся система ценностей нацизма, по логике этих теоретиков, была бы более оправданной, имела бы большую возможность для того, чтобы существовать. Но разве это так? То есть вот все эти противоречия приводят нас к мысли, что и этот подход, эта теория тоже ограничена, однобока. И не позволяет отнестись к истине со всей широтой охвата. Не позволяет рассмотреть истину как действительно философскую, тотальную категорию. Итак, данная теория также подверглась критике. Великий британский мыслитель Бертран Рассел показал, критикуя прагматистский подход, что сведение истинности к проверке последствиями может привести к самым непредсказуемым и парадоксальным результатам. И ряд парадоксов Бертрана Рассела приведены в его работах, но это выходит также за рамки нашей лекции. Вы можете с ними ознакомиться самостоятельно. Продолжение следует...